Видных ученых, историков, филологов, политологов собрала в Ракитном международная научно-практическая конференция «Серафимовские чтения». Тема чтений – Россия накануне столетия со дня революционного переворота. Подробности в нашем следующем сюжете. Традиционные серафимовские чтения посвящены памяти выдающегося подвижника веры православной, почитаемого старца архимандрита Серафима Тяпочкина, более 20 лет прослужившего в Ракитянском свято-никольском храме. Его могилка стала местом паломничества верующих. Поклонились памяти батюшки и участники научно-практической конференции. Вот эта духовно-просветительская работа является самой главной на сегодняшний день, чтобы выстоять в этом мире. Во-вторых, чтобы спасти свою душу для вечности, во-первых. На чтение приехали известные ученые-общественные деятели, директор Российского института стратегических исследований Леонид Решетников, заведующий кафедрой истории России РУДН Владимир Блохин, философ и политолог Виктор Аксючиц, журналист Александр Крутов, заведующий кафедрой русской словесности Института русского языка имени Пушкина Владимир Аннушкин, сербский публицист-переводчик Ранко Гойкович и другие. Люди, собравшиеся здесь, думают не только о куске хлеба, о хлебе насрочном, но и о душе, о главном достоянии, которое дано каждому из нас, Господом, при рождении. Тема чтений – Россия накануне столетия со дня революционного переворота. Речь шла о России, ее подлинной истории, ее месте в мире, о дальнейших путях развития российской государственности. И, конечно, говорили о национальной идее. По мнению участников чтений, эта идея давно определена Россией. В центре этого Святая Русь, Господь наш Иисус Христос, наша вера православная. Мы предлагаем жить по вере. Это наша национальная идея – жить по вере. Как только мы встанем на этот путь, все наладится. Мы не будем никто олигархами, богатыми, но мы будем жить в достатке и справедливо. Вопреки всему тому, что предлагается нашими противниками, и духовными, и реальными, враждебными, да, и с оружием в руках противниками, они требуют однополярного мира, они требуют уничтожения слабых, они требуют закопаления всех остальных, да, а Россия предлагает совершенно другое. Нет, должно быть многообразие цивилизаций, многообразие культур, независимость государств, естественно, общие мировые законы, которые позволяют согласовывать все жизненные интересы. Вопреки всему тому, что мы видим очень много зла и в нашей жизни, тем не менее, вот Россия, возрождаясь, сама предлагает миру, новый образ мироустройства, соборное человечество. В течение двух дней работали участники серафимовских чтений. Не всегда во всем они соглашались друг с другом, возникали дискуссии. Но тем интереснее было всем, кто присутствовал в зале Ракетянского дворца культуры, а это белгородские ученые, преподаватели и студенты белгородских вузов, общественные деятели области. Состоялся неформальный, глубокий, содержательный, острый, а главное, неравнодушный разговор о нашей жизни, о нашей России. Виталий Стариков, Эдуард Горелов, новости Мира Белогорья. Более полный обзор серафимовских чтений смотрите в нашем эфире в одном из ближайших выпусков программы «Путь, истина и жизнь» или на сайте мирбелогорья.ру.